В области будут создаваться новые храмы и церкви? Обязательно. Планов сейчас пока нет. Во-первых, мне надо познакомиться с людьми, мне надо познакомиться с обстановкой. Да, одно есть дело, так скажем, на бумаге. А есть еще вопрос фактический. Нужно объехать в епархию, нужно посмотреть, какая обстановка. Я думаю, что для большого региона 150 приходов это очень мало. 160, простите. Это очень мало. Мы строимся за счет материальной поддержки, материальных пожертвований. Если будут люди, которые готовы это пожертвовать, естественно, мы будем это искать, мы будем строить. Но планы на то, что... Вот конкретно я не могу сказать, что на 2011 год мы должны построить 20 храмов, потому что в госбюджете предусмотрены на это средства. У нас этого нет. Вот наш бюджет такой... У нас не плановая экономика, но то, что мы обязаны этим заниматься, это да. Это тоже одна из задач правящего архива. Извините, 160 приходов? 160 приходов, да. Это по области? Нет, нет, по епархии. По Запорожско-Мелитопольской епархии. Это же Безбердянска. Безбердянска, да. Ну, там еще преподавал, может быть, 120 будет. Во-первых, вы знаете, у нас есть план, это наш церковный календарь, который однозначно требует от нас, чтобы мы его строго соблюдали. Это, естественно, рождественские богослужения. Это встречи с детворой на рождественских елках, которые будут в ДК Днепроспет Сталь. Рождественский концерт. То есть мероприятие, вот уже даже на эти дни, уже фактически отец Леонид, секретарь епархии, мне уже расписал до 11-го числа. У меня уже все расписано, каждый день у меня занят. Плотный дар хрещения. Крещение, да. Уже сделать такой анонс, дополнительно еще будет объявлено, батюшка сообщит, освещение воды, великое освещение воды на крещение на берегу Днепра, на нашем Украинском Иордане. Поэтому мне бы хотелось это сделать таким общегородским мероприятием, где вот сейчас очень добрая традиция купаться на крещение. И я думаю, что добрая традиция у нас будет, у нас в Запорожье, освещать воду на Днепре, и чтобы и духовенство будет собираться, и миряне, и после освещения уже воды могли искупаться в Днепрах нашего Иордана украинского. Вы сами-то купаетесь? Я сам купаюсь, но я это не буду делать, простите, при всех, потому что я архиерей, и это да. Ну, простите, я купался, немножко климат Конотопской епархии отличается от климата. Мне иногда спрашивали, Владыка, а вы где служите? Я когда был еще молодой, вот архиерей, я говорю, на Крайнем Севере. А где же? Я говорю, на Крайнем Севере Украина. Ну, слава Богу. Но все равно у нас на крещение, как правило, пять лет было самой маленькой температурой, минус 10. В прошлом году минус 25 было, позапрошлом тоже было, что земля даже трещала. Но окунались, да? Окунались, да? Как священнослужитель и как медик все-таки рекомендуют? Обязательно. Ваше высокопресвященство, вы преподаете в Киевской Духовной Академии? Ну, я думаю, что мне уже не получится преподавать. Ну, в таком случае, планируете ли вы открывать опорожие, возможно, духовное, в учебной земле? Ну, дайте мне время. Я могу сказать, надо посмотреть, надо, понимаете, открывать, так скажем, духовное заветение. Это, может быть, дело нехитрое, документально это все оформить. Важно, чтобы был создан достаточно очень мощный педагогический коллектив. И зачем нам это делать, если у нас есть духовные школы, в которых лучше направлять их туда. Во-первых, например, Киево-Печерская Лавра. Студент прикасается и к духовному, и к высокому, очень высокому уровню духовного образования. Пусть батюшки наши запорожские не простят, но мне кажется, мы еще не готовы дать этот уровень знаний. А от того, чтобы человек получил эту бумажечку, что он закончил там или прослушал, да, это может быть надо. Сегодня мы говорили, что я бы хотел, чтобы все городское духовенство, не только Запорожье, но и Энергодара, и Мелитополя, были образованными людьми, закончили как минимум семинарию. Это мое требование. Потому что сейчас народ очень образованный, читает множество литератур, и им нужно дать квалифицированную, обоснованную, аргументированную, я уже по-принейски, ответ на их вопросы, на их чаяние. Поэтому очень важно, а там посмотрим, время покажет. Может быть и мы сможем открыть у себя, у нас будут возможности и силы. Может быть детские сады православные, школы православные, гимназия православная есть? Нет, суждения нет. В планах на будущее. Опять же, вы поймите, что у нас идей много, у священнослужителей, но нам нужна ваша помощь, помощь милям. Когда мы будем вместе, мы это сделаем. В условиях сегодняшнего нравственного и морального падения, в иернованных кризиса, духовное образование востребовано? Среди молодежи. Вы знаете, я вам скажу, что по итогам прошлых вступительных экзаменов, 8 человек на место в Киевскую духовную семинарию, в Академию. Да. Это не считая уже заочников, где учатся духовенство, как бы там просто без конкурса священники принимаются. Востребовано, очень востребовано. Чем объясняется тогда этот парадокс? С одной стороны, востребованность духовного образования и то, что мы наблюдаем в морском плече. Ну, вы знаете, здесь все-таки, так скажем, не так уж много прошло времени, когда разрешили людям ходить в храм. Все равно есть еще интерес у людей. Наш менталитет все-таки, он не настолько прагматичный, как прагматичен, например, на Западе. И, знаете, есть такое очень выражение Цитульяна интересное. Душа наша по натуре христианка, и она всегда тянется к Богу. Вот поэтому все-таки у нас есть интерес и к вероучительным дисциплинам, к религиозным, теологическим дисциплинам, и необходимость священнослужителей. Вот мы говорили, будут ли строиться храмы? Да, будут. А кто будет там служить? Вот. И еще один вопрос, а кто там будет молиться? Поэтому здесь и необходимость наша еще Церкви. Нам нужны высокообразованные, толковые кадры. Для того, чтобы могли работать с людьми, могли приводить людей к пору. Вот у нас пока масса все-таки, я так, простите, может быть, не совсем корректно называю, масса людей, она аморфна. Она еще, вот, куда ее правильно повернешь, вот туда она пойдет. На праве, да. Вот еще нет определенности. И мы, я еще раз повторяю, мы должны показать красоту Богом созданного мира. Мы должны показать красоту православия. Мы должны сказать людям, что Церковь живет полноценной жизнью. Поэтому мы проводим различные песенные фестивали. Мы проводим различные мероприятия, что Церковь не сидит за своей церковной оградой и боится оттуда выйти. Мы обязаны выходить из-за своей оградой и нести слово истины. А вот эти как раз мероприятия, встречи с духовенством, участие в духовенстве, как раз и подсказывает людям о том, что есть такое Церковь. Как-то вот Церковь, ну, мне часто приходится общаться с педагогами, они вот, особенно те, кто учились в советское время, вот для них Церковь, это отделено государство, они это боятся. А когда немножко пообщаешься, а, владыка, да, а вы вот об этом говорите, и об этом вы говорите, вот, и мы же об этом то же самое говорим. А почему мы вот так, да, у нас очень много общих точек соприкосновения, но и в то же время мы должны сказать, что чуждо нашему православному учению, что чуждо для нашей христианской души. В светском вузе пока этому не учат. Но мне бы хотелось, чтобы мы смогли с помощью уже руководства высших учебных заведений делиться своими мыслями, своими идеями, своим учением с молодым подрастающим поколением. В одном из университетов города есть, может, открыто... В классическом университете. Да, 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 да. Есть вот кафе про пастеологию и религиозидения. Планируете ли вы встречаться со студентами? Обязательно. Однозначно. Я сегодня сказал, что, пожалуйста, отцы благочинные, готовьте мне план график встреч с сотрудниками, со студентами. Это моя наипервейшая задача как правящий в архиере. Я этого очень хочу, скажу правду. Очень интересно встречаться с молодежью, потому что молодежь задает очень острые вопросы и, так скажем, они наталкивают на будущее, на планы, что нужно делать. Вот ты понимаешь, чем болеет наше общество. Вот это ярко очень выражено как раз в молодежной среде. Не рути только с классическим университетом, я вообще со всеми университетами. Нет, со всеми университетами. Я же сказал, что я хочу вернуться в медицину. Да. Обязательно. Есть национальный университет, есть технический университет. С технарями вообще очень сложно. Им нужно найти язык, чтобы объяснить вот именно математически это должно быть так и все. Почему так? Да. Воноситесь к спорту. Ну, вы знаете, конечно, при виде меня можно сказать, что владыка не любит спорт. Ну, моя конфликция, они как раз об этом ничего не говорят. Это одна из форм, вот именно здоровый спорт. Я больше бы сказал, может быть, не спорт, а физкультура. Один из способов поддержания того драгоценнейшего дара, который дал нам Господь. здоровья. Мы им пренебрегаем. Мы им, так, я по-украински, нехтуем. Пренебрежительно относимся. Да, пренебрежительно относимся. Да. И вот физическая культура как раз помогает нам поддерживать здоровье. Но здоровье не ради красоты тела, чтобы я вышел и похвастался, смотрите, какая у меня фигура, как я там что-то сделаю или еще что-то. А чтобы это здоровье помогало нам творить добрые дела. И вот когда мы занимаемся физической культурой и стараемся это делать для того, чтобы мы имели силы помочь своему ближнему, мы имели возможность, физическую возможность, постоять на богослужении, чтобы мы имели возможность прийти к кому-то, рассказать о Христе. Не обижать его, мне надо поспать, я уже устал, я там еще что-то. А имели вот те силы, необходимые для нашей полноценной жизни. Не прозябания у телевизора на диване, а полноценной жизни. И даже а как мы можем увидеть красоту Богом созданного мира, не выехав на природу? Для этого силы нужны обязательно. я недавно вернулся с Греции, вот сам по себе, но как бы физически, она была для меня очень тяжелая, но в то же время очень такая плодотворная. И поездка, я не чувствовал этой физической усталости. И я сейчас сижу, вспоминаю, думаю, Господи, чтобы я там на горы залазил, метеоры есть такая очень интересная местность Греции, или по этим монастырям, сколько мы проехали километров, прошли пешком, на это все нужны силы и здоровья. И вот здоровье мы должны беречь. Это дань Божия. И вот в свете этого уже отец Дмитрий не слышал, отец Ленин слышал, я сегодня говорил с благочинными, обсуждал, как бы у нас есть в планах создать такую методичку, ликбез, для журналистов. Вот чтобы, например, сегодня снимали на богослужении. И вот священник водил фактически за ручку оператора, вот встаньте здесь, встаньте здесь. А зачем? И вот уже создается какое-то лишнее движение, лишнее это, оно отвлекает на службе. А когда оператор будет знать, какой момент литургии совершается, где лучше ему стать в храме, где ему можно стать, где ему нельзя стать. И это своего рода тоже миссионерская работа уже с операторами, с журналистами. Для этого я ему должен рассказать устройство храма, божественную литургию. Я должен фактически уже рассказать язык веры ему. Точно так же журналистам. Вам нужно написать правильно мой титул. Иногда, как почитаешь, Высокопреосвященнейший Владыка Отец Лука. Но это было, это то, что писали журналисты. Слава Богу, вы знаете, вы это не напишите. А некоторые могут это переписать или там еще что-то. Или, тоже мы уже говорим, одна глуховская газета, когда в 2008 была канонизация, написала, на канонизацию приехало больше 500, у нас было больше 5000, она написала больше 500 тысяч паломников. Полмиллиона. Но вот сравнить 5000 и 500 тысяч. Есть разные. Да, 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 да. Вы понимаете, даже это, были с разных, даже с Конго были, на канонизации приезжали люди, но все равно такого количества не было. Это очень важно. Ну, это планы по работе с с вами журналистами. Как бы, я планирую встречаться хотя бы раз в квартал с вами на прямые линии, то есть на телевидении, на радио, газетах. Любые темы, любые вопросы я готов обсуждать, встречаться с вами в удобное для вас и для меня время. спасибо. Спасибо. Владимир Владимир Владимирович, в завершении пресс-конференции ваше благословение на... Бога благословит помощи Божьей на ваши добрые дела и на нашу совместную катехизаторскую, просветительскую, миссионерскую работу. Мы вместе с вами, только вместе с вами можем сдвинуть и изменить в нашем обществе. Не в худшую, а в лучшую сторону. И в палате, Господи. Спасибо.